Как я и обещал, я вернулся для того, чтобы ответить на вопросы. Я взял с собой передач. Анна Владимировна ее зовут. Здравствуйте, Анна Владимировна. Коллеги, смотрите, есть вопросы, кто будет задавать? Давайте, может, вначале выслушаем. Нет, у вас же есть вопросы по поводу деревьев и тому подобное. По поводу застройки. Все то же самое, как мы в прошлый раз разговаривали, просто мы ждем ответа и все, больше никак. Давайте задавайте вопросы, потому что у нас было совещание, мы проработали. Задавайте вопросы. Вы проработали, вы к чему пришли, а потом еще будут вопросы. День победы. Ни одно дерево не будет затронуто. Не будет затронуто. А как тогда? Здесь очень будет маленький павильон. Зачем он нужен? Почему ли они жителей не учитываются? Это законно. Это не законно. Все бумаги от ТСК Музенерго, что вам разрешили. Послушайте, дело в том, что здесь проходят сети, но собственник, который будет устанавливать, собственно, вот этот павильон, он отступает 3 метра и ему не нужны разрешительные документы. А под ним то, что находится будет доход, и другой вопрос. А здесь это не дезинфицирован, которые ходят пройти к остановке. Еще раз? Так, что говорите у вас? Так, здесь мусор, депрессия. Давайте помешать. Во-вторых, здесь школа, откуда дети даже к остановке проезжают, чтобы эту дорогу уже перекрывают остановку. Проходящие, зимой здесь и как пройти очереди огромные. Я сейчас просто объясню, что такое нестационарные торговые объекты. Нас интересует, на каком основании. Я хочу, чтобы вы жители слышали, а не себя. Дайте сказать, что нестационарные торговые объекты, мы разыгрываем право на установку нестационарного объекта без оснований, которое предусмотрено земельным кодексом. Не на основании земельного кодекса, а на государственной, на муниципальной. А эта земля не является муниципальной. Подождите, подождите сказать. Поэтому все, что касается у вас, очень много непосредственно претензий к земле, к земельному участку, к сетям, к правообладателям. Но мы разыгрываем право установки НТО и не на основании земельного кодекса, то есть без предоставления земли, а право на установку этого НТО. А мнение жильцов не должно приобрести? Смотрите, мы разыгрываем, и это наше, не то, что право, это обязанность наша, в том числе, удовлетворяется все на муниципальной земле. А эта земля не является муниципальной. Подождите, пусть договорят. Все что надо? Давайте сказать, пожалуйста, давайте по очереди. Вы считаете, что эта земля не является муниципальной. Мы не считаем, это написано в Росреестре. Смотрите, вы так считаете. Мы не считаем, это написано. Пожалуйста, дайте выслушь человеку, дайте сказать. Но дело в том, что у нас в суде слушается по этому поводу спор, и уже первый кассационный суд высослался по этому поводу и сказал, что это не является общедомовым имуществом, как вы предполагали. Земельный участок был... Правильно, и так? Я просто хочу выслушать, давайте, пожалуйста, человеку сказать. Давайте по словам бумаги, я читала и видела. Земельный участок был сформирован для строительства жилого комплекса. Абсолютно верно. Но под эксплуатацию дома он не формировался, поэтому он у вас не... Но этот земельный участок муниципалитет не взял на свое обслуживание? Это другой вопрос. А то есть не является земля муниципальной. Но давайте услышим точку зрения. Как это не является земля муниципальной. Вы можете дать, пожалуйста, сказать? Извините, дайте сказать, пожалуйста. А то, что касается сетей. Сети – это тоже не ваша собственность. Есть собственник сетей, который претензии никакие не предъявляет, не говорит о том, что его права нарушены. Нет, такие... Вот об этом участке. Сегодня письмо уйдет на ТСК. Ну это хорошо, а мы его получим и рассмотрим. Мы обязательно послушаем. Послушайте, как получим это письмо, мы сразу это расскажем. Без проблем, вообще, конечно, расскажешь. А вместе с этим... Пока нет никакого письма. Также я сообщал к ТСК, что сегодня будет встреча. Что сети есть дома, если нет, без тех присоединений, не могли без тех присоединений, не могли без тех присоединений. Соответственно, сети есть, но к ТСК не знаю. А, да, но ТСК, МОСЭНЕРГО, никаких претензий... Как он может претензий предъявить, если ничего там не сделано еще? Ну, пока что. Поэтому будет, конечно, письмо, мы рассмотрим и, естественно, ответственно. Простите, а как можно поставить 100 квадратных метров, не задев ни одной терпись, а мы уже выкапывали. Можно тогда поставить забор, чтобы деревья не были? Можно вопрос? Здесь присутствует кто-то с архитектурной службой. Просто если вы... Просто чисто визуально. Ну что, забор надо ставить? Теперь давайте забор поставим, чтобы деревья не были. Там не надо, там уже как было забор. Товарищ Шестович, товарищ Шестович, можно, пожалуйста, гражданин, будь забор вала? А там ничего не построишь, если бы забор поставить. Услождают жизнь. Не без того, как говорить. Нужно. Я не знаю. Мы здесь живем. Мы здесь живем. Я в городском... Я живу в конкретную часть. Так, пойдемте посмотрим, где территория? Да? Где здоровый народ? Услождающий жизнь. Почему мы усложняемся? Да потому, что вы просто не прислушивались. Вы меня не слышали. Победите. Нам не нужны вот эти азерные развалы. Я не слышал. Я не слышал. Я не слышал. Я не слышал. Давайте мы с вами вот об этом не будем. Хорошо? Это не разжигание междунациональности. Я не слышал. Я не слышал. Но это эмоции. Это не эмоции. Есть закон. Есть закон. А закон жителей слышать? Нет у вас такого законного? У вас закон, что на территории забора нет ни одного дерева. Вот пусть они строят на своем заборе, на своей территории. Как вы считаете? Ну, чтобы не было ни одного дерева. Вы где предполагаете, что они тут построят? Ну, вот, допустим, альтон есть. Нарисуйтесь. Кроме будки, топчастливый туалет. Забор давайте. Давай. Порубличного билета вы давать не можете. Я понимаю. А если нет, вы покупаете? Ну, нет. Ну, что вы? Ну, что вы? Ой. Как разлучается, что вы? Смотрите. Ну, первый раз. Спасибо. Так, давайте так. Давайте попробуем. Забор ставится там, где они собираются ставить свою палату. Все деревья, которые относятся к Петру Победы, за забором. Все. Ни одного дерева мы не даем. Нет. Давайте заборы не уничтожим. Еще раз говорю. Давайте забор уберем, чтобы деревьев на территории забора не было. Мы за ними не должны ночами следить, чтобы они приехали. Следить будем мы. Здравствуйте, пожалуйста. Как вас зовут? Билеты. А почему? А почему мое требование неправильно? Я что за это такое? Он не устроил. Он забор устроил. Я хочу, чтобы деревьев падают. Сейчас так огородили. Ну, а давайте деревья. Ну, так разбирайте уже забор. Разбирайте забор. Я тоже. Добавляйте удиваться над людьми. Давайте заборы они поставят так, чтобы деревьев... Порубочные билеты даваться не будут. Деревья убить не будут. Они здесь будут убивать, это уже начали. Они здесь будут убивать. Не переживайте. Я с вами согласен. Я с вами согласен. Давайте решайте вопрос, чтобы забор стоял, чтобы деревья были за зазором. Чтобы деревья были за зазором. А забор убрали? Вы можете отпускать, если забор стоит? Мне я оставил, чтобы деревья убирали. Пусть они загородят эту территорию. Здесь деревья. Здесь законный забор поставлен. Какой закон? Не деревья закрыты. Сейчас мы с вами не дадим. Если они попытаются лопаткой выкопать хотя бы дерево. Мы с вами не дадим это сделать. Пусть договорились. Посмотрю, если нужно отменить. Не забор посиделить. Почитали, закрывались неделю назад и сказали, что подготовиться. Можно я спрошу все-таки НТО? Насколько я, по-моему, авторитет, я смогла с учить в результативную базу. Я прошла юристы, хоть в налоговой сфере. Насколько я понимаю. Андрей Валерьевич. Больше пояснений никаких же не будет. Полностью. То есть мы можем встречу завершать. Есть еще какие-то вопросы у юристов и я. Мы можем ответить. Никаких проблем. И мы открыли. Если нужно, будет еще раз это приятно. Мы уже боимся Вас, честно говоря Андрею. У нас уже жилья, обязательно ставьте слишком много плат в районе. У нас в разных домах, прямо в человеке на тренинке. Придешь Ума новая палата? У нас же верная палата, да и они. А у нас не надо. У Вас там такой запомнил поставили? Как раз вот случается. Давайте сейчас не будем обсуждать? Давайте не будем. Особенно норматели хотят, но палата много, соответственно, размывается количество людей. Что они ходили бы сюда, пойдут сюда, потом, соответственно, меньше народа. Слушайте, ну если они хотят, так как понимать. Мы же тоже не можем с этим работать, потому что закон на их стороне. Почему? Закон на нашей стороне тоже. Все стороны есть, да, но здесь не нарушаются права вашей жителей. С чего вы взяли? Они нарушаются? Но это же не ваша придомовая территория, понимаете? Ну это наш гордый мужчина. Я понимаю, но это же не ваша. А это тоже наши химчане, которые занимаются бизнесом и платят налоги в бюджет городского украшения. Постоянные будут бродки. Ну получается 100 квадратных метров, 600 рублей. Оплачивают за деревья, которые сажают деревья. За это все следят люди. То есть оплачивают. То есть получается, это нищета. А именно вот за эту территорию тоже придомовая проксория. Я не уверен, здесь надо отдельно разбираться. Это не придомовая территория. Сейчас будут деревья, которые оплачиваем мы. Люди в со всех квартирах. А разрешение есть? Да, да. Коммунальные службы территории уборки оплачивают народ. Мы оплачиваем. Правильно, деньги дали, руками помоют. Сейчас положили вторую. Это территория, она была... Юрист объяснил, что эта территория была просто под застройкой. Это не придомовая территория. Это не придомовая территория. Это прилегающая. Ну дайте высказать. Простите, а разрешение есть от ТСК МОСЭНЕРГО на строительство здесь? Нет, скажите, что там все 14 деревьев. Деревью трогать не будут. Есть разрешение? На строительство здесь теплотрасса? Можете высадить еще деревья? Вы можете мне ответить, пожалуйста. Есть разрешение от ТСК МОСЭНЕРГО на строительство здесь? Чего-чего? Разрешение от ТСК МОСЭНЕРГО есть на строительство? У меня нет. Ну вы сказали, что вы подготовитесь. У меня нет этого разрешения из ТСК. Тогда как вы можете утверждать, что все законно? Разрешение должен получать именно предприниматель, а не администрация. Как же вы должны давать разрешение на строительство? Давайте подытожим. То есть павильон будет, а не будет затронутой деревьей. Затронутой деревьей не будет. И если ТСК дает... Мы будем разбираться отдельно, если ТСК пришлет такое письмо. Хорошо. То есть с завтрашнего дня строительство уже скорее всего начнет. Я не знаю, когда бизнесмой будет. Завтра, сегодня, послезавтра. Я правда не знаю. Слушайте, обещали геоподоснову. Ее заказали? Я вам не обещал геоподоснову. Нет, обещала вот Романова госпожа. Обещала геоподоснову. Где она? Вы обещали к концу прошлой недели, что все будет решено. Пока нет. Хорошо. У меня еще будут вопросы. Если это законно, почему они ночью? А как если нет геоподосновы, как вы разрешили стройку, если ее нет? Подождите. А кто вообще это принимает решение? Олесь Николаев. Олесь Николаев. Как вы разрешили стройку, если нет геоподосновы? Вот смотрите. Это у вас строй. Вот оно объясняло. Кому? Вообще-то другой серебряный отрел. Ваш дух что объяснял? Ваш дух что объяснял? Ваш дух молодежной политики. А еще, мы может быть посмотрим, что за торговля подмосковной фермы в 13-м доме? А я же вам говорила уже. Там табак, там кальян. В основном это все. И шашлычка. Это не подмосковный фермер. И бананы тоже в Подмосковье не растут. Три продукта входит в подмосковный фермер. Бананы тоже входит как продукты. Нет, это поддержка подмосковных фермеров, правильно? И соответственно... А табак входит и кальян занимаешься? 20% от общей площади павильона. А где это вообще написано? Концепции... Нет, в договоре написано. Нет, подождите. Есть специализация подмосковный фермер. Что она означает? Подмосковный фермер это овощи, фрукты, продукты. И 20% от общей площади павильона могут быть иные. Скажите, пожалуйста, при чем тут тогда название подмосковный и фермер? Если там фермерского, ничего нет. Ну как нет? Что? Что там фермер? Шашлык? Сколько процентов? Я не знаю, но шашлык с табачкой там занимает явно более 20%. Давайте пройдем и посмотрим. Второй павильон занимает... Там кальян занимает половину павильона. Большая часть занимает. А при чем тут подмосковный фермер, если продают бананы? У нас в Подмосковье не растут бананы. Я читала об этой концепции, что это такое было. Это для поддержки подмосковных фермеров, правильно? Олеся Николаевна, это ведь для поддержки подмосковных фермеров, правильно это концепция? Да, да. Но ведь там нет никаких подмосковных фермеров, и их продукции там нет. Я думаю, есть. Нет, эту продукцию покупают на Фудсити. Бананы, апельсины иностранные. Потому что я у них спрашивала. Давайте я проверку сделаю и уточню. Ну я давно у вас спросила. Я сделаю проверку. Официально обратитесь, мы сделаем проверку. Официально, да. Официально сделаю проверку. Я просто не знаю, как мне посчитать эти 20%. Я не понимаю, вот серьезно. Лучший ростик по региону я посчитаю. Замерять? Мне? Сколько вы обрабатываете? Я вам ответил. Хорошо. А как вы разрешили без гео-подоснового строительства? Вот как это я хочу узнать? А это вот эта вот девушка, да, Юри? Давайте я послушаю. Ну хорошо, если мы это обосновим, что нам это писать? А как вы обрабатываете? Конечно, об администрации. Просто разговаривать я у вас не обрабатываю. Чтобы обратиться. Аргументировать, понимаете, слово сочетание. Мы не хотим, нам не нравится. Это не юридическая постановка. О, подожди, спалолковый вопрос. Мы с вами обещали спройти, я вас слушаю. Да, как вас зовут, простите, что ли? Анна Владимировна. Анна Владимировна, очень приятно. Скажите, пожалуйста, есть ли не заказанный гео-подосновым? Каким образом было разрешено строительство? У нас вот здесь идет парение до сих пор. Еще раз. Да, пожалуйста. Давайте вернемся к самому первому, что я говорила. Это не строительство. А что это? Это, я еще, это мы продаем право установки НТО. Эта установка, это не капитальный объект. У вас почему вот столько большого негатива? Потому что вы не отличаете строительство. Я отвечаю. Хотите я вам расскажу, как я его отличаю? В 13-м доме рядом стоит палатка, которая тоже значится как НТО. Но, тем не менее, там залит бетон, бетонная основа, которую нельзя перенести, ее не повредив. Этим оно отличается от НТО и СТО. Очень, знаете, этот вопрос на самом деле. Капитальный объект и капитальный объект, мы очень сильно тяжелые для просто одного взгляда и понимания. Тут нужны специальные познания и технические эти знания. Капитальный объект или не капитальный. Вы услышите нас. Мы не даем разрешения на возведение капитальных объектов. Это не капитальный объект. Если вдруг он становится капитальный, это уже нарушение законодательства. Поэтому он не имеет и не должен, никак не может быть капитальным. Хорошо, не капитальный объект. Мы тоже строим. Ну, не важно, не капитальный объект. А если они будут сольюты, мы не увидим. Вы можете тогда, если вы считаете, у вас есть глубокие познания, вы уверены, что это капитальный объект. Я изучила с точки зрения не физических свойств, а с точки зрения закона. Мы не сказали, что нужно доказательствам. Нет, нет, это не капитальный объект. Если вдруг у вас будет доказательство, что это капитальный объект, вы прям нам пришите, и мы выйдем в суд. Остановка будет, потому что не имеют права к установке. Дело в том, что они же огородят. И нас не разрешат их обидеть. Сокон можно увидеть. Сокон мы видим. Смотрите с окон. Смотрите, пожалуйста, вопрос. Вот вы стояли сейчас в этом, что это жёлтка не домовая, она не запрещена к вам. Если она не пригодовала, значит вы в администрации, вы там даёте возможность построиться кому-то... Ни одно дерево не будет тронуто, да, сказать? Да, кстати, по поводу НТО. У нас действительно это не НТО, что стоит в 13-м доме, так как был залит фундамент. Вы только что же ответили. НТО все не капитальные. Ещё раз вам говорю, а нам написали по бумагам, что НТО, а залили... НТО, подмосковная ферма, специализация. Мы же видели... Нет, ещё раз, кто написал, что это капитальные? Ну, конкретно кто, я не вижу. Это у вас в документах, которые у вас... Написано, что капитальные? Нет, написано НТО, не капитальные. Это не капитальные. Но он капитальный, потому что залит фундамент. Физически залит фундамент. Я вам говорю, что все НТО, которые находятся в 13-м доме, не капитальные. Ещё раз вам говорю, тогда почему залили фундамент, если говорят, что не капитальный? Ну, там тонкая игра между капитальной и не капитальной. Он не капитальный. Вы понимаете, что некапитальное – это то, что можно разобрать и перенести без причинения ущерба самой вот этой палатки? Попробуйте фундамент разобрать и перенести. Я лично понимаю. Это отличие основное. Вы можете написать все вопросы в администрации, мы вам ответим. Прям по полу. Прямо пишите, пожалуйста. Вы должны были подготовиться к сегодняшнему дню и ответить на наши вопросы. А я вам говорю, что оно некапитальное. А вы обсуждаете, что капитальное. Объясните, почему оно некапитальное. А если у нас построили не стационарный, а все-таки стационарный, потому что залит фундамент? Еще раз, напишите все вопросы, и мы вам ответим. Значит, вы не подготовились к сегодняшнему встрече. Там уже идти. Ну вы беспредел просто. Нет, нет. Нет, 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 нет. Я первую, что палатку поставят, вот что-то. Вон, что палатки в ядро ходят, туалет отливают. Можно пойти с жителем навстречу, не поручить им голову и сказать, не будет. Дайте хоть клочок вазица какого-то. А там мы посадим аллею сиреневой победы на 80 лет. А мы незаконно говорим. А как законно, если дело под основу не заказано, вы не знаете? Я вам просто говорю, дайте, пожалуйста, шли нормально, спокойно. Хватит нас колбасить уже. Чем вам лично эта интузия? Ну, чем она помешает? А вам зачем она нужна? Хороший вопрос. А чем она им нужна? А вам? Там поставили НТО, якобы не задет ни одного дерева. Где? Вот, у 13-го дома. Эти деревья были прямо ухваны. Я вам фотографии могу показать, они умерли, эти деревья. Ну, фундамент-то у стены этого НТО. Сантиметров 10. И через год все эти деревья умерли. Вот все как было. Они там стоят, можно посмотреть. Давайте смотреть, как они установят. Если какие-то деревья будут мешать, то мы их можем давать. Что? Палатка, можно. Деревья не надо выделить. Деревья мешают? Деревья будут на месте. У нас магазин здесь с избытком. Вы не поверите, мы не знаем, куда в какой-то... Какой пересадки деревьев? Каждый не подъехает. А вам зачем это положено? А если жители не могут... Подождите, а вы для чего? Ну, они же такие же жители. А вот да вы для предпринимателей, а не для нас. Нет, вы посмотрите, в каждом доме сдается помещение в аренду. В каждом доме. Нет, мы еще палатку поставили. А вы для чего не было для фермеров? Для фермеров? А мы были? А почему там нет фермеров? А то уже решено было. А вам зачем вот здесь надо этот павильон? Он вам рыбал, вы в закипре. Вот так же, какого борется. Зачем он вам... Ой, да не будут, да не наладим. Почему? Это налоги. Это официально. Сколько тут молодых с этого питания? А можно вопрос один, пожалуйста? А если геоподоснова не заказана, как вы могли сказать, что это заказано? Нам сказали, что ее нет. Только что Олеся Николаевна сказала, что нет геоподосновы. Как вы тогда могли разрешить строительство? Слушайте, смотрите. Самое главное, чтобы НТО было размещено от сетей, было отсутствием 3 метра. 5? 3 метра. 3, 2, 2, 3. Надо на президента выходить. Так подождите, про геоподоснову скажите, пожалуйста. Вы мне не отвечаете? Почему? Я говорю, и вы заказали. Так как вы разрешили, если она еще не готова, если она не заказана? Как вообще вы разрешили, если ее нет? Мне не отвечают, к сожалению. Ответа нет. Тем более теплотрасса. Мы же это проговорили все с вами. Ну я еще раз вас спрашиваю. Но вы мне не отвечаете, да? Мы не поймем, как могли разрешить, если ее нет? Как могли разрешить строительство, если геоподосновы нет? Ничего. Именно эта поварка именно тут нужна. Нет, подождите. Мне в предыдущий раз сказали, что это обязательно. А вы, вы сговаривали сегодня? А я же вам уже... А я хотела задать сейчас вопрос не вам. Вы мне сказали, что вы тут ни при чем. Вы только на строительство разрешаете что-то там. Да, что это не строительство, геоподоснову фактически. Даже воняет, вы не стоим сейчас, воняет. Мусор, крысы. По факту, да, действия, которые происходит после того, как предприниматель выиграл право установки НТО. На мусорке, вот у нас мусорка. Крысы бегают. А почему тут участвовали? Так мне в прошлый раз обещали. На него возложены обязанности установить это все в соответствии с требованиями. И уже обязать, как таковой, мы не можем. Но для минимизации предпринимательских рисков и понимания действия в рамках правового поля закона, геоподоснова заказывается. Она обязательно? Геоподоснову нет. А еще вопрос. А кто... Я бытру не знаю. Для того, чтобы безопасно было устанавливать объект, пусть он даже не стационарный. А бетон будет заливать? Я же говорю, что если это вдруг будет капитальные объекты, у вас будут доказательства. Мы не даем права на размещение капитальных объектов. Для строительства капитальных объектов действуют совсем другие нормы и правы. И там уже включается действие земельного кодекса, а не только закона о торговле. Там другая абсолютно процедура, абсолютно все иное. То есть если зальют фундамент, то это будет уже капитальная строительство, правильно? Я же вам еще раз говорю о том, что для того, чтобы определить, объект является капитальным или не капитальным, нужно специальные технические знания. Просто. Ну, есть экспертиза. Твой фундамент, даже ленточник, подтверждает то, что объект не стационарный. Дело в том, что... Не должно здесь быть капитальным объектом. А как вот эти участки взрываются? Понимаете, в законе же сказано, что если нельзя перенести объект, он признается уже капитальным. Что основной признак некапитального объекта, что его можно перенести без ущерба. Как вы перенесете фундамент? Здесь кто-то установит фундамент. У нас в 13-м доме, это НТО, но там фундамент. Ну, ассоциация стопроцентная, тоже подмосковный фермер. Мы обратимся к письмам с президентом. Да, что без победы ничто не уничтожили. Мы не обзаем. Вот видите. И вам придется денежки отдать. Предприниматели. Я лично все это. Без победы никто не уничтожил. А как вы представляете? Конечно. Все деревья останутся на месте? Да. Миллиарды воруете. Хорошо. Это радует. Это безумие, потому что я вам еще раз говорю. Поэтому вы себя так и вьете. Не замолвать на очень природа. Подождите. Это радует. Мне тоже. Две помощи. Вот мы сейчас уже обратили такие просто запахи. Что же вы именно на дороге? Туалет напротив. Нас сюда привели. Туалет, который выхоживаются родители. И сейчас родители стоят здесь. И этот выхлопной запах, мусор. Может, не живет здесь человек. А станция здесь, понимаете? Вы представляете? Вот эти люди используются на вот этим мясом. Этими продуктами, которые будут отравлены. Солнце здесь. Почему они отравлены? Почему они отравлены? Потому что уже здесь много санкций нарушены. Воды нет. Воды нет здесь. Воды нет. Чем они? Они куда-то? Туалета нет. У нас и так вот этот канал, канализация каждый год сливается туда. Вот там, я извините, у меня плавает все векарь. Сейчас тоже. Не, мы не позволим. Мы все равно не позволим. Мы будем бороться. Нам нужно собрать весь материал и написать губернатору, президенту, прокуратуру, куда мы хотим. Дети, вот основной, вот здесь от 10-го дома начинают посидовать очередь. Школа невозможно. Девушка. А где будут девушки? Мы будем писать президенту, губернатору. Мы не отдаем. Мы не отдаем. Вы понимаете, что она начинает очередь вот так. Людей много, видите, сколько в каждом доме где-то около 100 человек. У меня каждый день есть ребенок, мой ребенок стоит вот там в очереди, чтобы мы дошли. Это смотная застройка на помещение на юге. И вот это все будет за праздновую, и мы и маленькие. Зачем вот эти очереди? Конечно. Мы можем заснять. Мы писали, снимали. А на какой день домашний? 344-й. Вот они сейчас недаватри, я останусь. Стоят автобусы? На поле, значит, стоят. Обратите внимание, смотрите. Смотрите, два дома по восемь поделок. Две помойки. Одна помойка, вторая помойка. 30 числа. А между ними хотя бы... А еще раз, можно вот на видео запишите что-то? У вас будет она? Да, новый. Левобережный рай. Я вот хочу, чтобы наш район был благоустроен, комфортен. Грязь на сухозную. Да. Давайте вместе. Да, вот деревья, липу вашу уже жду. Да, значит, анонс встречи с администрацией. 30-го числа в школе номер 22 будет выездная администрация. Приедут все завестители главы, приедут все управления. Не могу ответить на это уже сейчас. Приедут все начальники управлены. И будут по этому моменту общаться и отвечать на вопросы. Пожалуйста, все приходите. Вопросы любой сферы... С 16-ти только сети номер. Чтобы людям было по моему. С 16-ти только сети номер. У них тоже там надо... Вопросы любой сферы, да? Да, конечно. А у нас пасмарки, старше школе. Да, у нас пасмарки. У нас пасмарки. Старше школе. Старше школе. Для пропуска нужен пасмар. Главное решить вот эти вопросы, чтобы пасмарки не пойдет в них вообще разрешение. Представьте, чтобы разрешение рядом. Сейчас мы будем ждать еще к статистике. Разрешение вам, насколько я помню, вы курировали еще много устроен пасмарка. Ну, в последнее время его состояние... Да, провожу обход территории. Обход территории. Обращаю ваше внимание, что абсолютно безручные, безграмотные люди занимаются обрезок. Которые приводят к убили деревьев. Они их просто неправильно обрезают. Обратить на это внимание. А потом они вот так падают на людей. Это нужно с деревьев, которые не правильный деревьев. А мы можем с вами встретиться на следующей неделе? Еще раз обход в зону, вы покажете потенку. Я возьму сотрудников парка. Нет, мне нужны сотрудники парка, чтобы показать. К любому дереву, в полной деревне, куда идете, и увидите вот такие вот стучки, торчащие дерево, обрезанные. А так не делают. Там еще галеная промада лежит. Вон на земле. Могу фотографию показать. Там дорожка. А я, кстати, придумала, как... Можно? О, прямо на земле. А я придумала, как вот эту землю. А вот, прямо там дети отдыхают. И вот вдоль забора прямо вот эти... Мне не видят. Да, мы видим. Да. Вот, смотрите. Здесь очень много возникло вопросов. Провод ПВС в насек идет. Он сейчас просто... У меня прямо на служебном официальном. Да. Хорошо? А еще прикол, вот этот кабель, который сейчас проложен, я с травкой прикрыли, он для внешней прохладки. У тебя вообще подъемный закан. По себе, который без специально-принфренированный кабель. Это кабель только для внешней прохладки. Ну, вот так его можно нежить. Он запрещен прохладкой под землей. Его просто присыпали, и все. И еще вот эта галюта провода, вот, обнадежку. С проводом ПВС. А вы не могли нам обращение? Можешь принять обращение? Да, конечно. На основании обращения? Андрея, я придумала, помните, говорили, была земля, где нельзя высаживать траву, насохнет. Там можно такую красивую... Где-то иста там проходят. Ну вот, можно красивую гальку цветную сделать в какой-нибудь рисунке. Можно, можно. Вот так делают в парке. Они просто хотели газон. Они сказали, что опять все засохнет, потому что там теплотрассы проходят. Но вот эта голая земля, она некрасивая. Да, они сказали, что раз болевать не было. Там можно просто сделать из вот этих камушков, как будто, например, стиль. А, ребят, вот это прохладка. Там мостики есть, которые через Коколей дорога проходят. Там и дети ходят очень приятно. Давайте на следующей неделе еще раз соберемся там и пройдем. Из Липы, да? Только с Липы я приеду. Я могу во вторник следующий приеду. Хорошо, хорошо. А какой-то самостоятельный? Мы планируем. А? Компачка стоит, мы планируем. Вот. Посадите Липу? Да. Почему бы и нет? Ну, я могу и сам. Было бы здорово. Вы почувствуете, насколько нам было непросто это делать. А если будет больше деревьев, мы поможем тоже посадить? Хорошо. Говорите. Потому что в этом году как-то мало нас деревьев. Вот с той стороны, кстати, не хватает пару деревьев. Вот, как раз, где-то шашлычные. Там зелени вообще нет. Там вот газон какой-то написано. С собаками не ходите. Там ничего нет. И там нет ни проводов, ничего не решено. Мы не можем сказать, есть там все эти или нет опять-таки же провода. Поэтому давайте вы покажете. Мы пройдем, посмотрим. Мы спросим, возможно ли там высадить деревья. Есть ли расстояние между ними. Данный забор огораживает 100 квадратных метров, которые должны были сейчас строены. Или больше. Вы видите, как распределение деревьев. Как вы можете построить на этом участке? Вы мне задавали этот вопрос. Размещать будет? Нет. Размещать будет собственно. Я на этот посудском обещаю. А какая-то проектная документация есть? То есть просто на основании чего-то. Кстати, сегодня обещают предоставить. А чертеж есть? Проект какой-то? Пожалуйста, вы обещали, что придет ты из коммунистерга представить, но нет. Ну не пришел я. Я не директор. А проектную документацию, которую обещали сегодня предоставить, на прошлом саду? Да, не таких документов. Ни одной бумажки я у вас обещаю. А обещали. Не, ну проектная документация, чертеж, как это будет находиться, располагаться. Вы обещали проектную документацию. А как же так-то? Вот. А как же так-то? Аналоги уже собирали. Ну и какая разница? Чертеж должен быть. Расположение, границы помещения, границы помещения, расположение, вход с какой стороны, с какой стороны загрузка. Понимаете, да? Ну, это должно быть. Это надо посмотреть. Здесь же машины теперь будут подъезжать. Правильно, да? В мере, в остановке. В автобусе. То есть люди прямо притыкнут от остановки. Я говорю, пространства не хватает. Хотя бы бумагу. Нет архитектурного лишения. Нет красивого архитектурного лишения. Я за то, чтобы булочки кладут из них, например, у нас. Я еще 10 лет назад знала, что здесь они захотят свой варек поставить. А, понимаете, как в другом? В школах. Говорят, рядом с школам, детсадам не разрешат. А как тогда бедают? Ну, правые же бедают, правильно? Что именно? Вейпы продавать и алкоголь. Ну, а где здесь стоят? Так вот по домам. Красную билу. Под каждым магазином даже 24 супермаркета, там 100 метров. Там надо посмотреть, сколько там нет. Ну, нету 100 метров. Там нет. Так же, как возле института, вот, или кальян. Любую, что он говорил. А вот забор садик. Конечно, все равно, что подумают. Вообще есть закон рядом с школами, есть закон. Визия. А в России что у вас в отряде? И именно не просто вот по поиму, а именно по структурам. И по поиму, не правильно. Ну, заладник, вот. Пойдемте. А я думал, что просто вот точно. А еще, кстати, вам. К чему можно обратиться, Андрей? Еще долго? Нет. А вот, случайно, в нашем районе Большебрус задел провода. Мы оказались мне с тобой, чтобы не писать в обмене. Где-то было все это наше. Я вызвала службы и полицию, и все. Вот, как приехали, ничего. Мне было не от рождения. И лежал все, загаленные провода. Какие-то дарили. Полиция этого 40 минут, и они сказали, а почему это было? Что делать в таких ситуациях? Почему здесь? 112 есть телефон. Да, но никто не приехал. Они говорят, не потом приедет в службу, будут это ощутить. Но в идее, которые шли к установке, мне пришлось направлять через мой двор. Они же не знают, как пройти под этими проводами. То есть не было никаких служб, членка. Вы запишите мой номер, и номер начальника управления. Давайте я свой сначала поменду. В общем, мне хотелось бы как-то вот это понять. Если что-то опять у нас случится, куда обращаться, чтобы хотя бы... Звоните с ним. Время суток. Должна была быть веревка, вот эта красная, гроздача. Полиция... Запишите. 8-925. Они продают как-то, как-то, наменьше. Время суток. 150-925. 150-925. Нет, в общем, в общем, стоит 158. 77-20. Зайцев, аналог. Да, совершенно верно. Зайцев, аналог. Если я не беру трубку, то напишите мне в WhatsApp, Telegram, так удобно. Не обязательно отвечу и не ехать. Мы, в принципе, еще у них в очень маленький штат. Это надо обращаться в Миндзерс. У них маленькая зарплата, поэтому у нас в районе только один патруль. Если что-то случится, они будут приезжать в дом. Поэтому мы, в принципе, не особо хотели заниматься вот этим... Ну вот мы берем вот эту школу. Мы пришли по дороге, в общем, все... Мы не можем за них сказать, правильно? Ну да, но это в общем. Просто мне интересно, вот есть действительно ЧП в районе, куда? Если случается ЧП, я нахожусь круглазу, начинаю тушь антакты жителей. Поэтому реагируем отлично. Спасибо.